Прекрасно сказано! Спасибо! Все запомнят твои слова! А теперь начнём! Мы проводили Брана в иной мир! Теперь выберем его преемника! Король должен быть мудр! Король должен быть уважаем! У короля должны быть яйца! Среди нас таких немало! Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона! Мой сын не смог сегодня прийти! Вот его топор! Вот его воля! Пусть победит лучший! Или лучшая! Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикеров! Ах, дети! Чем они старше, тем больше с ними хлопот! Значит, нельзя откладывать наш разговор! Идём! А что было с Цирией, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были её бабка и её мать! А говорят, яблоко от яблони далеко не падает! За ней невозможно было уследить! Она всегда стояла на своём и всё делала по-своему! Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керрис! Но о моих детях позже! Сначала поговорим о ваших! Йеннифер говорит, что Цири попала в беду! И что вы её ищите! Именно так! Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно! Только скажите, я дам вам всё! И я точно знаю, что девушка жива! Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует! Я бы запомнил такой шторм! Йеннифер считает, что аномалия на Арт-Скилиге связана с Цири! Мне так кажется! Когда я осмотрю это место, смогу сказать наверняка! Я видел, что там! И это ненормально! Друиды едва справились! Объясни мне, Йеннифер, как Цири могла вызвать такие разрушения! Это я и хотела бы узнать! Но покуда Мышавур мне мешает, мы не узнаем ничего! Об этом не беспокойтесь! Друиды не доверяют чародеям, но сердце Мышавура на правильной стороне! Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири! Это не его дело! Я так и думал! В любом случае, Арт-Скеллиг – моя земля! И вот тебе мое позволение! Изучай все, что считаешь нужным! Может, мне поговорить с Мышавуром? Я сам с ним поговорю! А вы занимайтесь Цири! Найдите ее! Если что-то случилось с ней на Арт-Скеллиге, здесь, под самым моим носом, я никогда себе этого не прощу! Спасибо! Не за что! Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать! Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ним поговорить! Там же, где всегда! У меня есть еще одно дело! На этот раз касательно моих детей! Помнишь Хиалмара? Так вот, он поклялся убить великана и Зундвика и еще не вернулся из похода! А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход! Вбила себе в голову, будто у Дальрик не псих, что его прокляли! Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону! Тебя многие бы поддержали! Сомневаюсь! Логос безумный скорее поддержит Нильфгардцев, чем меня! Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым! Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия! Керрис решила пойти по стопам Хиалмара и ищет подвига, достойного королевы! Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удальрику! Керрис не послушает ни меня, ни брата! Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится! А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно! Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев! Великан опустошил остров, а остатки клана Тордоров я приютил на Арцкеллиге! Я слышала, что перед появлением Великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Ялмар решил, что убить Великана и отдать остров людям. Поступок достойный короля! Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на Великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Ялмара? Если Хьялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега. Славный получился пир-крах. До свидания. Извиняюсь. С-с-сто... Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Сухой день. Ты надрался, как злия. Я? Ты должен бить долг. Ялмар не станет королем. Боги прокнули земли плавали. Воздух на большой земле плавать людям не на боль. Спасибо, Мич. Оба мне лучше... Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Замечательно. Замечательно. Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила Маски. Мышавур говорит, что Маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да. А я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Мы пришли. Надень Маску. Что ты делаешь? Не снимай Маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина эта Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Лучше сдавайся. Ну как, готов? Используй Маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбросит в нем, немного. Я понимаю, что... Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Надень Маску. За Цири княлись. Видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет... В Велин. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Ну-ка, готов? Используй маг. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии. И бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири. И тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю. Оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велин. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, мы шавур поработали. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете? Спокойно. С тобой я и потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно. Учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем. Но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велин, скорее всего. Чародей открыл ей портал. А потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это дикая охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндерсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщины этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграды для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндерсфляле. Это было неделю через две после того, как здесь, на Арнске Олеге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежной бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались в луд острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин. И один старец. Следующая остановка Хиндерсфиаль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Подожди, может отправимся туда вместе, прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но бью их, если надо. Ага, и если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндерсфиале довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотон где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. Похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Ты, Анна, они едва бриться-то начали, а вот уже лежат в земле. А я живой, и ничего-то со мной не сделаешь. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу владьей из ногтей мертвецов. Как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не рано бередить. Хватит. Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа. Но столько тел. Иоли, и Ингвар. Маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю. По пустоши. На конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит. Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такое не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это... Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до... всего этого. Она была на конюшне с трусом. Пусть он трижды проклят. Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то. Она выглядела усталой. Очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Скля... Рус. Прости. Трус. Трус сказал бы вам больше. Этот Трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом. Даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу. Сражаться с Моркваргом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Моркварга, Трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами. Прошу от вас того же. И где эта священная роща? Недалеко. К северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в роще навсегда. Моркварг? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Моркварг решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндерсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше десяти лет назад. Верховная жрица Ульве стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие. И Моркварг превратился в чудовище. Проклятие, чудовище. Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Моркварга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, Серебряный Меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркварга. Но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнора. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркварга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрею. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Придет время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Могла бы. Ого. Это, наверное, и есть Моркворк. Ничего. Кусок. Хоть один кусок. один кусок крошку есть есть халера только не это похоже он нам не рад это он еще меня не разглядел так с чего мы начнем пойдем к дереву о котором говорили жюрицы собрался пустить себе кровь для богини это не обязательно но трус наверняка так поступил он мог оставить какие-нибудь следы трус здесь был смотри видишь отпечаток здесь он припал на одно колено и принес жертву богини здесь следы крови видишь нет я конечно нечеловечески красива только нечеловеческого зрения как у тебя у меня нет поэтому вниз тебе лучше не спускаться не обижайся но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня как гиря на ноге я хотел сказать это поделикатнее но да примерно это я имел ввиду хорошо как скажешь если что я помогу тебе заклятиями со стены я думал ты будешь возражать я что ты я удивительно кроткая особа я посмотри мне в глаза что то придумал ну конечно как завоевать корону тимерии и взять каэр морхен в ипотечный кредит ну иди уже кровь тумша очень много крови след сразу видно по нему и пойду вы не за что то есть ни хера не видно вы не за что то есть ни хера не видно не глубокие следы он шел осторожно никаких укусов моркварк не пожирает жертв странно это трус нет он давно здесь лежит что не слышу хочешь поговорить подойди ближе я чувствую правда слабее следы чудовище она бежала гнулось за кем-то кровь труса двери не шелохнулись должно быть трус их заблокировал или просто запер на ключ надо осмотреться может что найду следы когтей трус захлопнул дверью моркварга перед носом есть что-нибудь следы но они обрываются за закрытой дверью думаю ее можно обойти и 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 Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...